Сегодня 23 сентября, вторник, 23 день видеомарафона и тема сегодняшнего дня «Чего я боюсь?». Чтобы обстоятельно ответить на этот вопрос, мне не пришлось заниматься каким-то самоанализом, потому что я его когда-то уже давно сделал, а именно прошел C-тест Владимира Леви. Более того, этот тест проходил несколько раз в 2006 году, в 2008 и в 2014. То есть я могу даже проследить динамику, что прямо-таки замечательно. Ну вот, посмотрим этот C-тест, сейчас вам покажу книгу. Книга называется «Приручение страха» в самом начале Владимир Леви, из серии «Азбука здравомыслия». В самом начале как раз дается анализ ваших страхов по различным категориям. И вот я вам сейчас показал новую книгу, у меня просто их несколько одинаковых. А у меня тут есть старенькая, уже с такими дряблыми страницами, и тут, соответственно, можно увидеть, что в 2006 году я набрал, сейчас вам даже скажу точно, 225 баллов страха, так скажем. Это не так много, но и немало. Это в среднем характеризуется как типичная ситуация. Это было в 2006 году. В 2008 году я набрал 145 баллов страха, то есть видна очень хорошая динамика. И в 2014 году я набрал 136 баллов страха, то есть еще меньше. Уровень саморазвития прогрессирует, это очень здорово. Но это не ответ на вопрос, чего я боюсь, это какие-то пункты и баллы. А вот чего я боюсь, как раз тут собрано по группам и классифицировано. Вот сейчас посмотрим. Значит, в 2006 году максимальный уровень страха у меня был по группе агрессофобии. Это страхи перед агрессией, то, что вас на улице изобьют, то, что кто-то более сильный, он доминирует. Ну, то есть, понятно, все вопросы безопасности. Одного из базовых потребностей, одной из базовых потребностей по маслоу. Это, значит, максимальный уровень. И еще у меня был высокий уровень социофобии, социально-оценочной страхи. Ну, это вот, соответственно, публичные выступления, мнения других, негативные взгляды, боязнь показаться каким-то некрасивым, сказать какую-то глупость, нелепость, боязнь попасть в неловкую ситуацию. И все с этим связано. При этом уровень страхов, например, такие, как фортунофобия. Все страхи связаны с судьбой, сглазом, черные кошки, гадалки, цыганки. Все это на очень низком уровне. Некоторые страхи, например, тут вот есть, скажем, эзофобии. Это группа страхов, связанных со всякой мистикой, нечистыми силами, привидениями, ведьмами, оборотнями. У меня, как была на мега низком уровне, так и остается. Наверное, просто потому, что моя голова понимает, что это какая-то чушь. Это было в 2006 году, это было раньше. Теперь мы посмотрим, что у нас в 2014. В 2014 году по всем группам наблюдается снижение страхов. Учитывая, что 100 – это максимум. Страх смерти, боли, болезни у меня 20%. Страхи пространства открытых, закрытых 24%. И 100, понятное дело. Социофобия, оценочные страхи, аж 53%. Интересно, было 26, стало 53. То есть, в плане социальной зависимости я деградировал. На самом деле, мое личное мнение, что я не деградировал. Я просто смог грамотно свои страхи, ну, как бы, вычленить, формализовать и понял, что большая часть того, что меня реально, ну, как бы, пугает, тормозит мое развитие – это вот страхи перед обществом, перед, соответственно, перед незнакомыми людьми. Там, как сказать, глупость, повести себя нелепо. И все остальные страхи, как бы, на этом фоне реально снизились, а вот социофобии вышли вперед. Самый большой раздел в ней у меня – это боязнь выступления, экзаменов, встреч, он занимает 27%. Агрессофобии снизились до 20%. Зависимостные страхи – это, там, курение, алкоголь, наркомания, не смогу, там, прекратить, боюсь бросить и все остальные дела. У меня всегда были низкие, я в чем-то, ну, вообще никак не страдал, нет. Курение, алкоголь, там, наркотики. Но это очень хорошо, понятное дело. Дальше. Эзофобии, мистический страх, я вам сказал уже, они все близки к нулю. Фортунофобии, страх, судьбы, там, удачи, сглаз, надо, да, тоже очень низкие. И этот же СИТ-тест я уже проходил в новой книжке, которую я вам показывал. Сейчас мы посмотрим, что у нас там с результатами. Да, тут результаты достаточно низкие. И подведем общий итог. Согласно этому итогу, я помещен в группу, которая называется гамма-колеблющаяся. Это ровно середина. Собственно, люди, которые, как пишет Владимир Леви, создают впечатление более-менее уверенного, хотя внутри у них есть какие-то загоны, как говорит одна моя знакомая подруга. То есть некоторые вещи, в которых они почему-то проявляют какой-то, ну, нехарактерный для нормальных людей страх и ужас. Хотя в целом все очень неплохо. Тут также написано интересное свойство, что, как правило, если я попадаю в такую ситуацию, где испытываю беспокойство и какую-то тревогу, то я обычно скрываю это либо беспечностью, то есть превращаюсь в такого человека, который, а, типа мне что, все пофиг, да все решим, либо бравадой, типа, о, да сейчас все быстро сделаем, я вообще все могу и так далее. Также, как правило, в таких ситуациях я становлюсь чересчур суетливым. То есть скрываю страх от других, что самое главное от себя. То есть концентрирую мысли на каких-то делах, на каких-то быстрых событиях, а не на том, чтобы разобраться, почему я бегу от этого ситуации. Вот, собственно, и все. Это был вопрос, с чего я боюсь. Вообще, я процитирую вам две известных цитаты. Первый из них звучит так. Страх, звучит так. Страх это... Ну, я даже не могу вспомнить, как оно точно звучит. Примерно так. Страх от незнания. То есть, согласно этой цитате, если вы чего-то боитесь, то вы просто в этом недостаточно разбираетесь. Если бы вы адекватно понимали, что все это выдумки, это ваши какие-то личные проблемы, это ваш мозг, который гипертрофирует этот страх, то на самом деле бояться у нас в жизни особо и нечего. И вторая цитата – это страх усветив глаза. То есть, как правило, лучший способ победить страх – это ровно делать то, что ты боишься. Многие говорят, а как я буду делать то, что я боюсь, если я боюсь это делать? Это очевиден. Как и все изменения в нашей жизни. Делать это нужно маленькими шажочками, не спеша и постепенно. Вам не надо, если вы боитесь знакомиться с девушками, идти на улицу и подходить к самым красивым моделям и сразу знакомиться. Вы элементарно идете по улице и говорите всем здравствуйте, просто всем людям. Когда вам комфортно с этим, вы переходите к следующему шагу. Это же применимо к любому страху. Например, вы боитесь плавать. Что вы делаете? Заходите в ванну на только голень, потом садитесь в нее, потом ложитесь. Как меня учили плавать в бассейне? Мы вставали в небольшую, в ту зону бассейна, где очень мелко, буквально где нам было по поясу, и дули на воду. Смотрели, приближались, нюхали. Я серьезно. Потом у нас было упражнение, надо было поднести лицо к воде. А в какой-то момент нужно было закрыть глаза и пустить голову. Через 2-3 дня надо было просто... То есть мы просто наклонялись и голову опускали. А через 2-3 дня уже надо было закрыть рукой нос и погрузиться под воду. Сочетать до 3 и встать. Потом сочетать до 5. Потом проплыть. Шаг за шагом постепенно можно победить любой страх. Страх это такая интересная вещь, которая если вы не будете с ней бороться, она будет все время вашу свободу сужать и уменьшать. А если вы с ней начнете бороться, страх будет все время ослабевать и отходить. Вот такие дела. Так что всем до завтра. Не бойтесь ничего.